Тепловой удар, солнечные ожоги и кража. Поездка на пляж может обернуться непредвиденными обстоятельствами. Изучим простые правила для безопасного отдыха. Выбирайте только разрешенные места для купания. Это не только удобнее. На пляже есть раздевалки, лавочки с навесами душевые, но и безопаснее. Дно водоемов проверено, а возле воды дежурят спасатели. Место, где расстелить полотенце и лечь загорать, тоже нужно выбирать осторожно. Когда вы определили себе место, необходимо проверить, нет ли битого стекла, либо каких-то острых предметов, которые могут вас поранить. И уже как только вы определились с местом, дальше проводите свой отдых безопасно. Когда заходите в воду, не стоит это делать очень резко. Заходите постепенно. Безусловно, прощупывайте дно, для того, чтобы не наступить на корягу, либо, возможно, опять-таки, битое стекло. В воде также нужно помнить о правилах безопасности. Не заплывайте за буйки, ими обозначена зона для плавания. Остальное пространство предназначено для водного транспорта. Не стоит быть в воде слишком долго, делайте перерывы в купании. Если вы решили устроить заплыв на дальнюю дистанцию, помните, что вам еще понадобится энергия на обратную дорогу к пляжу. Нужно понимать и оценивать свои силы. Если мы достаточно недавно научились плавать, не надо заплывать далеко, не надо лезть за буйки, не надо опираться за всякие конструкции, за лодки, за катамараны и тому прочее. Откажитесь от спиртных напитков. В жару действия алкоголя только усиливаются. И точно не стоит идти в воду под градусом. По статистике, 80% погибших в взрослых водоемах были в состоянии алкогольного опьянения. Когда отдыхаете на природе, в жару, не пейте. В смысле, не пейте спиртное, а остального пейте и побольше. В этой ситуации хорошо подойдет квас, зеленый чай, либо обычная вода. Особо внимательными стоит быть родителям. Детей интересует все новое и необычное. Прохладная вода так и будет манить к себе. Если вы отдыхаете со своим ребенком, то обязательно вы должны объяснять ему правила безопасности поведения не только во время жары, но и, конечно же, на воде. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без присмотра. Вы являетесь для него личным примером и обязательно необходимо держать ребенка в видимости буквально на расстоянии вытянутой руки для того, чтобы понимать, что он делает и каким образом он себя ведет. Пока вы плаваете или следите на мелководье за ребенком, вещи остаются в гордом одиночестве. И проходящий мимо незаконопослушный гражданин может решить присвоить лежащее без присмотра. Самое популярное правонарушение, с которым мы разбираемся, это хищение. Хищение. Поскольку сейчас летнее время, многие люди берут свои велосипеды, гироскутеры, скейтборды, самокаты, проводят активно свой отдых и иногда забывают о том, что вещи могут пропасть, вещи могут украсть, вещи могут забыть. Милиция совместно с МЧС патрулирует популярные места отдыха, обходят сотрудники и непригодные для купания водоемы. Мы вот видели, к сожалению, что вы ходили вот по этому водоему, по водопаду. Запомните, чтобы такого больше никогда не было. Это делать запрещено и купаться в этом водоеме запрещено. Не оставайтесь долго на солнце, носите головные уборы, используйте солнцезащитные средства. Пусть загар ложится ровно, а отдых проходит без происшествий.